Побоится вас потерять и может презент какой-то сделает символичный, потому что у него Просто заряд на день имеется. Доброе новое утречко на нашем локейшене. Пойдем посмотрим, как Наташа готовит нам завтрак. Паралельно решает бизнес-дело. Мы сегодня поедем заселяться в R&B на целый день. Да, можем всем позволить. Захотели R&B, да, пожили. Мы захотели, можем вообще как бы... Не на привозе есть, но это наш выбор. Сегодня мы тоже растянулись, но это не вошло. В историях? Потому что мы это делали здесь. Но вы должны растянуть. Как вообще без доверия? Ничего в этой жизни не может быть, я считаю. Ты же мне доверяла, когда я ехала сюда? Конечно. Алена не знала, куда мы едем. Я вообще... Да. Алена такая, ладно, я беру билет. Наташа говорит, у нас есть там все. Ну и все. И все, в принципе, есть? На паркинге есть чем заплатить? Смотри, видела какой сервис? Я на паркинг вставила деньги. Итак, друзья, это третий день на Гавайях. Алло, на бич-мейдинг. Очень красивый пряж, смотрите. Давайте ожидание реальности. Если что, пряж должен быть вот такой. Ну я там была, точно могу спойлер сказать, такой. А что тебе надо умело вообще цветную татуировку сделать? Я дружила тогда с девочкой, которая все время била себе татуировки, и мне почему-то захотелось тоже татуировку. И в итоге я пришла к чуваку, он мне сделал скит, я ему покидала, что я хочу приблизительно. И все. Вот это потому, что тоже у меня у парня, причем у меня у парня всего одна татуировка была. И каким-то образом я тоже на него повелась, что он такой, тебе тоже нужна татуировка, татуировку лисы. Hello, у меня татуировка похожа на собаку. Укашечка, ты молодец. Разгоняемся. Наташа Шумахер в деле. Да просто, кстати, особенности дорог и фривейв на Оахо, то что они супер маленькие, супер короткие, и там предупреждение о перестраивании, там табличка с улицами вот такая вот, ну типа, я не знаю, за метров 200. Ты даже не успеваешь сообразить, как у тебя толком линия. Ну все перестраивайся. А камеру ты что положила? Вот, смотри. Я думаю, она была отбавшая. И сейчас просто отпала еще больше. Она отбавшая больше чем? Да. А, то есть нормально. Сейчас это край. Ну, типа, да. Починили, получается? В механике. Это должно быть. Ну, типа, это не мы виноваты. Да, мы знаем, что даже кричит мужчина. Ну, что вы так смотрите? Пока же в 13 минут осталось. Может, мы скрипим чуть-чуть. Блядь, а что потом делать? Ну, ее последнее затихнем там, клеим скотчем, когда обычно делается. Ну, короче, ситуация нестандартная. А что, нормально? Я видела, как-то ребята, мальчики открывают капот. И там у них всякие комуты, скотч, типа, как при этом. Это нормальная ситуация. Вот эта вот гора, на которой находится сколько-то тысяч ступенек. Тысяч ступенек, да. Да, на которой мы должны подняться. Скорее всего, завтра утром поднимемся. Очень много людей, которые хулиганят. Постоянно задерживают полицию непонятно за что. Смотрим чувака с татуировками. А, конечно же, мы не проверили, что там у нас происходит с колесом. Но мы уже идем на лук-поинт. Мы приехали на пляж, но мы уже вычислили, что это просто обзоровая площадка. А, так, собственно, вот тут вот кофр этот. Не, мы можем туда пойти надо. А, можно идти нормально, если не покупать. Да, я пойду. Наверное, не надо идти туда? Не знаю. Что, что-нибудь здесь было? Я не помню. О, полицейский, смотри. Нас ждет. Сможешь познакомиться, что-то он сказал? Я могу сказать ему hi. Не, я могу. На большее почти не рассчитывает. Может, мы тут должны сфоткаться хотя бы? Ну, мы потом поднимемся. Hi. Сказала? Вы тоже. А куда нам дальше идти? Это не здесь. Отлично. Шикарно. Итак, локацию потом скажем. Не помню, как она называется. Идем в пещеру. Идем босиком, песок капецковый, горячий. Скорее всего, нужно было бутся. А почему ты не хотела идти? Потому что мне лень. А? Потому что мне лень. А, я думала, ты боишься. Мне, по сути, можно включить фаналик. Ты зачем тут? Чем ближе идешь? Скорее, корова. О, корова нашла. Извините, мы вас не будем беспокоить. Камера очень светла. Светла? Угу. Главное, не лохнулся. Я на какую-то какашку. А это уже поинтереснее. Тут прохладно. Это прикольно. Блин, я тупо твою жопу снимаю. Может, ты не будешь что-то сверить? Да, красиво выглядит. Я, по-моему, только ее снимала. И плюс моя тень на ней. Ты тупораком идешь, а я снимаю твою жопу. Потому что здесь по-другому уже нельзя. Надеюсь, мы не в чужое жилье не залезли. Уско. Блин, там узко. Довольно-таки узко, ребятки. Я даже не знаю. Давай идти туда. Самое главное, мы взяли телефоны. Это я к тому, что фоткаться сможем. Надо было тапки брать. Господи, посмотри на меня. Я не думаю. Ой, я вообще кстати. Какой-нибудь справа. Обратно мы туда. Блин, я не хочу. А мы как у них не выйдем, да? Я не думаю точно. Я поняла, как это первое. Думаю, чу-то, блин. Никто там такой чумазой не выходил. Сейчас не поймут. На самом деле, я не очень хочу. вид конечно прекрасно хочу сказать звуки тоже превосходно в общем мы идем мы сейчас на к шарик сков на шарик скол здесь много всяких рыб здесь обычно скорклет ниже очень много да мы камеры не берем она увидимся чуть позже когда мы никогда не стояли стороне от современных трендов мы решили провести эксперимент что будет с человеком если о моя машина смотри айфон короче чтобы с человеком если он будет загорать вас 4 часа скоро мы это узнаем если бы у него была нормальная жопа он тоже выходил купальники торговый центр да ну вернее маркет мы идем за чипсами и возможно за поки возможно нас даже туда не пустят потому что мы голы нормально мы взяли для поки арбуз и чипсы малые но конечно хорошее настроение быстрое обновление мы очень сильно обгорели и так время у нас четыре часа наверно да четыре часа мы сейчас едем заселяться в наш апартамент помните помните историю по поводу этой штуки которая хрустела у нас и мешала ехать больше ее нет проблем нет я просто ехала по фривей и она просто отпала не переживайте мы целое колесо целое просто нет одной детали едет хорошо значит она и не нужна была мы думаем что мы механики кстати а ты представляешь то что мне уже вообще ну когда я не это андрея буду сказать мне же надо быть не так как мы с тобой сейчас над этим угораем дааааа андрей пожалуйста прости меня пожалуйста я вообще не знаю как это произошло я думала что я умру о боже господи просто это так страшно это так страшно это так страшно и вообще пиздец было а в итоге он потом посмотрит влог и это было приблизительно так блять какая-то хуйня решает ехать будешь во ртусь остановись на аварийке посмотрим что фривейк 7000 конечно ой что-то отлетело ну слава богу ну возможно не Андрею возможно не стоило ехать 70 прости дурочка там где аж 535 Андрей вообще машинку менять пора мы думаем что мы вернем Андрею машину только руль и сиденья ехать если что полтора часа представляете тут трафик ебейший из-за того блять поврезаем мата мата будет много трафик ебейший нет на самом деле тут одна полоса обогнать нереально потому что по встречке всегда тоже едут машины но хорошо что мы теперь быстро намчим потому что у нас деталь эта которая мешала отпала машина легкая теперь можно гонять на ней баланс скинули немного ну типа отвалилась штука может она и нужна была может она там вообще-то что-то закрывала ну мы едем ну вообще как мы решаем вопросы просто закрыли окно и включили прочую музыку когда нам мешал этот звук просто он очень сильно такой скребетал 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 именно в моменте когда мы сделали музыку потише потому что до этого мы просто ехали с громкой музыкой мы даже не подозревали о проблеме что она там существует потому что она постоянно так было просто мы очень громко музыку слушали закрытые окна тут выключили музыку открыли окно все слышим нам пришлось блин встать на аварийке на фривей сбоку и смотреть что там происходит но Андрею это знать не надо это просто деталька упала ладно все доедем потом будем снимать все давай про бизнес слушайте я когда готовился изучал про тебя материалы мне было интересно покопаться и ты первый человек как если вам интересно то мы приехали должны были заселиться но на Гавайях очень большая проблема с парковками и найти парковку здесь очень сложно мы все еще ищем парки а что если мы припробуем все около то во дворе они что и автобусы ну вообще то да место finally очень удачно теперь берем все свежьмотки подрезали две машины и вот мы первые стали на это место сейчас оплатим этот наверное в цену почки и пойдем домой нам эти в 10 минут всего лишь итак как проходит наш 10 минут на этот трип мы только начали нормально так же как и наш загар мы живем на просто посмотри какие красные можно будет еще сравнить в начале видео и в конце нормально двигаемся бабуля с макдональдсом затарилась это мы в старости Наташа кстати отметку не поставила где машину припарковала потом будем искать так же парковку но это больше тусовочная улица у нас какая получается вообще получается даже можем дома не жить не она очень крутая тут много отелей какая-то тайская кафешка прикольная ну там вообще есть прям улица с нормальными такими заведениями где обычно очередь устраивается на улицу очень долго особенно ветер есть таких агрессивных водителей там где просто автобус пытается подрезать автобус я рассказывала Наташе про заведение короче с лапшой тут всегда очень большие очень интересные но типа если по другому буквы расставить что он сказал по поводу Андрей у нас новая для тебя новость мы отъебали какую-то штуку на твоей машине но мы взяли тебе пса кстати да мы добрались до апартмента и Наташа с очень умным лицом пытается разобраться как в него попасть Наталья почему такое недоуменное лицо я думаю это достаточно я думаю это достаточно мы нашли вот так тут принято локбокс у нас есть такое же слово с которым мы отдаем квартиру на родные ингредиенты кстати маленькая рекламка да если что номер пять семь девять здесь уже локбокс настроен на кстати кнопки если что то есть типа он уже открыл мы взяли готовы а это уже хата? да let's go о вау ну что ж добро пожаловать в нашу хату на целую ночь здесь у нас прекрасные диваны у нас здесь нет балка диваны имеются прекрасные действительно прекрасный балкон не открывается на крышу курить если бы мы курили мы не курим мы за здоровый образ жизни let's check some bedroom ok first ой туалет какой-то не очень вау тут с выходом прям в спальню нет спальня тут на втором этаже нет нет это она тут сразу зай все для нас развлечаемся и здесь и зеркало оу наконец-то мы увидим как мы выглядим блин я говорю что мы выглядим как люди на самом деле красота стойте из важного здесь просто все самые essentials для гостей мы идем в мачу кафе полностью обгорелые полностью счастливые полностью заселенные но мы здесь всего на один день и это просто как бы так как мы отлично развеется да ну так в городе чуть-чуть да а потом там будут жить мои родители ну вот так перед ними проверяем знаете как сначала надо проверить на детях а потом уже самим туда ехать делать потому что у меня так мама прыжок с парашютом подарила если что я говорю а что ты со мной не поехала она такая ну я решила посмотреть на тебя сначала у тебя есть прыжок с парашютом? ну я уже прыгала а я она? да можем здесь прыгнуть тоже нет просто у меня есть абонемент который дали моему брату до 21 года он так и не риснул а я подумала а хочешь поехать давай? да блин я ссусть ну я ты видела как я по хайке хотела? да видела а с парашютом у тебя не будет выбрать ты уже там и тебя просто выкинет ну так и я влюблено что ты хочешь мороженое? хоть посмотрим я не знаю ну мачу кстати я тоже наверное хотела смотрю тут есть типа напиток мача а сверху мороженое заплатила 12-15 и все пойдем мороженое очень вкусная мороженое просто ага 10 из 10 миллион из 10 в общем мы сейчас сели в машину потому что охуенная у нас ночь получается в апартментах просто ляжем переночуем сейчас в микробе нашем просто на улице просто дичайший дождь мы хотели пойти на пляж и нам надо было еще заплатить за парковку до 10 часов вечера а потом она бесплатная но начался просто какой-то какая-то жесть скажем так еще аквариум есть мы короче оказывается не можем проплатить нашу парковку до тех пор давай чувака попросим заплатить за нашу карту и мы конечно ему отдадим 6 долларов по горяку смотнется заплатит давай лучше своих карт отдадим ему я думаю он согласится короче да пока у нас не экспайр премия еще 15 минут мы должны там сидеть чтобы заплатить снова за парковку поэтому мы идем а мы рады потому что дождь паярит ужас эти звуки как будто бы салюты стреляют мы идем в ABC Store чтобы купить алоэ потому что мы очень сильно вгорели и мы все-таки хотим еще просто в наших влогах это только микроб, 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 микроб мы вгорели, мы вгорели, мы вгорели, мы вгорели еда кстати потом пойдем для чипса нашему микрогу вообще там можно уже отдельный канал в жизни микроба мы распиарим Андрея так микроба что его все приедут снимать здесь букашка андрюша за папа не достает некоторых деталек ну и что? машина легкая в ходу мучит и с каждым разом становится легче с каждой потерянной деталькой все легче и легче самый популярный магазин на Гавайях ABC Stores вот эти вот вот эти вот очень вкусные вот эти очень вкусные пытка номер 2 в том магазине не было алоэ вера алоэ вернее геля и мы идем в island country markets вот типа да вот типа такого вот вот типа да вот типа такого вот хочу так что это русский магазин эти ромовая баба ватрушки сосиски в детстве girls essentials kombucha pineapple шоколад алоэ вера и вода ты алоха алоэ алоэ